В течение пяти часов сегодня судья Советского районного суда Генединова принимала решение о продлении или изменении меры пресечения для бывшего вице-премьера правительства Республики Башкортостан Гурева. В конечном итоге судья изменила меру пресечения с ареста на домашний арест, что, собственно, довольно необычно для судебной практики Российской Федерации. Однако, на мой взгляд, достаточно объективно были рассмотрены аргументы и обвинения, и следствия, и защиты. Судья констатировала, что следствие в недостаточной степени обосновало опасность Гурева, когда он находится на свободе или хотя бы под домашним арестом для проведения дальнейших следственных действий. В итоге господин Гурьев перемещается в состояние домашнего ареста на два месяца, и следствие будет продолжено. Кроме того, стало известно, что в деле появилась какая-то загадочная справка Федеральной службы безопасности о наличии, вернее, предположении о наличии у Гурьева имущества и недвижимости за рубежом. Но вот эта справка, безусловно, будет рассмотрена, и, скорее всего, следствие получит опровержение этого факта. Дело в том, что в Европе наличие имущества достаточно просто проверяется, особенно недвижимое имущество, и, конечно же, будут представлены документы о том, что этой недвижимости нет. Но в целом защита, я так понимаю, довольна решением суда, и мы спросим об обстоятельствах рассмотрения дела, которое и сегодня тоже проходило в закрытом режиме у адвоката Гурьева Ренаты Гореевой. Рената Рафаэльовна, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее решение суда. Что это было? Объективный подход или изменились какие-то обстоятельства? Ну, в общем, мы немножко в растерянности. Ну, суд принял решение об изменении меры пресечения. Следователь просил продлить срок содержания под стражей в виде заключения под стражу в отношении Гурьева еще на два месяца, на срок следствия. Мы просили изменить меру пресечения и избрать в отношении его все-таки домашний арест. Ну, мы такие доводы привели, что Гурьев положительно характеризуется, у него есть малолетние дети, его вина фактически пока не доказана. Мы свои доводы тоже привели, документы приложили к нашему ходатайству. И суд, я надеюсь, что суд все-таки принял во внимание. Но, опять же, хочется сказать, что следователям не были приведены доводы, что Гурьев в период нахождения на должности, либо после, оказывал какое-либо давление на участников уголовного судопроизводства. В связи с этим, думаю, что суд принял во внимание вот эти обстоятельства, что не было не представлено каких-либо доказательств, фактических данных. Поэтому наша позиция была принята во внимание. Я удовлетворена решением суда. Понятно. И, я так понимаю, следствие будет продолжено, разбирательство продолжено и так далее. Да, совершенно верно. Да, еще на 2 месяца продлен срок следствия до 20 июля. Ну, там посмотрим.